Добрый день. Несколько слов об Элимире Рамазановне. Она в городе, к сожалению, форс-мажор. Здоровье не позволило и присоединиться. Мы с ней достаточно давно знакомы. Я думаю, что уже порядка 8 лет мы с ней пересекаемся в Москве на съезде онкопсихологов России, куда Казахстан часто выезжает. В свое время она привезла большую группу казахских сотрудников в Питер на повышение квалификации в области онкопсихологии. Я знаю ее подход. В общем-то, мы по подходу очень близки. И сегодня для меня большая честь представить вам ее доклад. Мне очень приятно, что она доверила мне это представление. Пожалуйста, обратите внимание. Я попробую корректно его откомментировать, потому что, как вы понимаете, я не очень в материале. Но, просмотрев эту презентацию, я поняла, что она достаточно значима для нас, потому что то, что происходит сегодня в Казахстане, это достаточно интересное наблюдение. Не без участия прямого Эльмира Ромазановны и ее научного подхода формируется достаточно активная работа в онкопсихологии. Я надеюсь, что сейчас вы все изучаете этот слайд. Он достаточно хорошо просматривается на большом экране. И речь идет о заболеваемости и смертности. И о двух, как я понимаю, разных нозологиях. Женская нозология, первичный рак молочной железы и рак легкого. Вообще, совокупная и женская, и мужская нозология всегда на первом месте. Эти данные подтверждаются и нашими питерскими исследованиями. Мы их проводили, это очень похоже. Видите, Эльмира Ромазановна представляет нам сведения общего характера о заболеваемости и смертности вообще в странах мира. И обратите, пожалуйста, внимание, у нас с вами данные на первом месте США. Если рассуждать о том, насколько защищены различные категории граждан в зависимости от развитости государства, от развитости онкологии и онкопсихологии, мы с вами видим, что по большому счету эти факторы не являются протекторами онкологического заболевания, вообще эпидемии. Можно уже говорить о прогрессии этого заболевания. И мы с вами знаем, что к этому в том числе приводит и некоторая наследовательность заболевания. Почему мы в данном случае на последнем месте, я не знаю. Но верю Эльмире Ромазановне, и в данном случае это предпоследнее место меня, безусловно, радует. Если говорить уже непосредственно о Казахстане, Эльмире Ромазановне представляет нам вот такое географическое распределение смертности от рака во всем Казахстане. Зеленым цветом достаточно низкий показали, отмеченный, красным высокий. И по совокупности высоких и средних показателей, конечно, достаточно высока смертность в Казахстане от онкологических заболеваний. Я все думаю, куда я должна направлять, чтобы это было достаточно эффективно. Наверх. А, спасибо. Спасибо. Вот туда. Куда-то туда. Ну, вот видите, сейчас тоже как-то не зашло. Помогите мне, пожалуйста, с пультом. Да-да-да, я вижу, что работают. Да, наше техническое обеспечение работает, и мы заработали тоже. Итак, если рассматривать возрастную структуру онкопатологии в Республике Казахстан, то мы видим с вами, что 70% это люди трудоспособного возраста. Ну, так как в свете новых изменений и продления трудоспособного возраста в России эти данные вполне сопоставимы, и мы все с вами знаем, что вообще на всей территории человечество имеет молодеющий рак. Теперь Эльмира Ромазановна переходит к концепции развития онкологической помощи. Мы видим, что это данные за 2017-2020, уже теперь годы, да, снижение смертности от злокачественных новообразований снижается у них за счет повышения доступности и качества оказания помощи. Я не буду зачитывать подробно каждый слайд, мне кажется, что вам достаточно хорошо видно, может быть, даже лучше, чем мне на более маленьком экране. Обратите внимание, что красным выделено направление реабилитации и психосоциальной помощи, в том числе и палеотивной помощи пациентам Казахстана. В этом смысле мы опять-таки идем вровень, очень созвучны, потому что у нас тоже в большой степени расширяется палеотивная помощь, а также секция на белых ночах палеотива была выделена, да, и там уже не первый год выделяется. Вот то, к чему теперь пациенты в Казахстане имеют бесплатный доступ. И обратите внимание, психологическая и социальная поддержка уже входит в перечень того, что обычно предоставляется онкологическим пациентам. Вообще надо отметить, что это мировой тренд, заботится о людях, которые научились выживать при раке, потому что мы с вами знаем, что медицины не стоят на месте, и очень много людей, которые живут в рамках тяжелого хронического заболевания, разнообразных на залоге онкологических заболеваний. Вот, я так понимаю, что Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, это как раз то место, где Эльмира Ромазановна со своей командой развивает как палеоативное, так и реабилитационное и психолого-социальное направление помощи онкологическим пациентам. Пожалуйста, обратите внимание на слайд, где женщины прекрасно сидят в белых халатах. Вот белокурая красавица, это и есть Эльмира Ромазановна, которую бы вы увидели сегодня, если бы здоровье ей позволило. Вот, собственно, она возглавляет команду, и эта команда, насколько я признаю, обучает все регионы в Казахстане, все регионы, которые относятся к направлению онкологических заболеваний, лечебные учреждения. Надо ли комментировать, да, психозоциальную помощь? Прекрасный слайд. Посмотрите, да, в нее традиционно входит как подготовка специалистов, специалистов, удаленный телемедицинский телеконфиденциальный подход сейчас тоже очень развит везде, технологии это позволяют. Ну, вот, собственно, открытие кабинета психологической разгрузки, конечно, очень было бы интересно узнать, чем они его насыщают, но об этом, я надеюсь, вы узнаете в будущем году более подробно. Я надеюсь, что еще будет возможность у Эльмиры Рамазановны лично представить все выкладки, которые, конечно, не могу в полном объеме представить я. Ну, вот, да, на этих кадрах обучение персонала. Безусловно, утверждение, что психологическая помощь является важным этапом в процессе лечения и реабилитации, это лозунг сегодняшней нашей с вами секции. Ну, некоторые примеры, да, иллюстрации к этому направлению. Вот и любопытный, на мой взгляд, слайд, да, описание, графическое представление, описание экзистенциального кризиса в онкологии, где переживания у пациента, ну, конечно, несколько укрепленные, обобщенные. Мы все с вами знаем, что нет единого онкологического пациента, что речь всегда идет о конкретном субъекте с набором их личностных характеристик и что именно личностные особенности влияют на течение адаптации пациента к тому, что с ним происходит. Однако, безусловно, каждый из этих этапов можно охарактеризовать такими ключевыми моментами, как страх смерти, надежда на выздоровление, некоторое обесценивание этой надежды. Ну и, конечно, палеотивные терминальные этапы характеризуются в большей степени переживанием процесса завершения своей жизни. Ну, модель взаимодействия вполне, наверное, интуитивно понятна. Красиво здесь графически представлено. Вы все видите ее. Пожалуй, я не стану комментировать. Татьяна Юрьевна, что у меня со временем? Хорошо. Вот кто занимается, да, традиционно это психолог, социальный работник. И обязательно их курирует врач, либо врач-реабилитолог, либо лечащий врач. Мы с вами понимаем, что когда мы находимся в соматической клинике, ведущая роль отдается, безусловно, врачу. А психолог и социальный работник обязательно должны свою, безусловно, значимую деятельность сопрягать с основным мотивом присутствия человека в лечении, самим лечением. Так что главное, конечно, в этой команде всегда врач как направляющая, да, некоторая фигура. Психосоциальное сопровождение у нас здесь описано. Вот мне достаточно мелко на экране, который передо мной. Но вы видите, что описаны разнообразные, я так понимаю, организации, да, которые могут быть включены в пользу адаптации пациента и его семьи. Хорошо ли вам видно? Да? Хорошо. Могу ли я идти дальше? Основные направления работы. Виды, диагностика, первичная реабилитация, консультация врачей и родственников по психологическим аспектам выздоровления. Ну, могу только приветствовать, да, весь этот набор. Он абсолютно соответствует тому, чем мы руководствуемся в нашей работе. Виды оказания услуг. Ну, консультация, психодиагностика, психотерапия. Ну, давайте вспомним, что в психологической контексте психотерапия имеет какой-то очень самый общий вид, да. Врачи-психотерапевты, как правило, занимаются психотерапией. Мы все-таки в большей степени занимаемся психологической коррекцией, которая, конечно, тоже, в принципе, лежит в психотерапевтическом поле. Тренинги, групповая работа, выделенная консультация особо сложных и тяжелых пациентов, но все-таки, я так полагаю, психологического регистра, потому что все, что мы дифференцируем как нереактивные состояния, мы маршрутизируем врачам-психотерапевтам. Дальше идут какие-то более частные случаи организации мероприятий. Наверное, все они вам знакомы, вы читаете их на слайде. Вот интересный слайд. Мы тоже проводили скрининговые исследования. И да, действительно, как правило, рак молочной железы всегда выходит на первый план. Ну, кроме того, что это обусловлено тем, что молочная железа, в принципе, это самый поражаемый орган при онкологии, вообще в человеческой популяции, но еще это обусловлено тем, что женщины, народ более открытый, более эмоциональный, и в большей степени обращаются за помощью, и в меньшей степени отказывают, если эту помощь им предлагают. Они более вовлекаемы в эмоциональные переживания своего заболевания. Ну и урология, в общем-то, да, такая история, достаточно закрытая, да, мужчины. Я вот сама изучала рак предстательной железы. Действительно, мужчины – это та категория пациентов, которые здорово вытесняют свои переживания, и у которых есть идея, что если они не признаются в своих переживаниях, то они настоящие мужчины. И этим всегда обусловлены достаточно низкие показатели такого распределения. Ну вот у нас пошли иллюстрации, которые я подробно комментирую. С одной стороны, слева не готова, а справа в этом нет никакой нужды. Оборудование. Кстати, вот, пожалуйста, обратите свое внимание, что большое внимание психологического сопровождения уделяется разъяснениям дальнейших последствий, особенностей подготовки и протекания заболевания при лучевой терапии и при химиотерапии. Мне кажется, это достаточно важно. И, по крайней мере, в своей работе мы часто сталкиваемся с таким запросом. Человек испытывает некоторый информационный голод и, в общем, с удовольствием всегда его насыщает. Этапы работы такие же, как и у всех нас. Диагностика, анализ, непосредственный контакт и анализ этого контакта. Обратите внимание, это градусник. Градусник по заимствам первично вне петровая. И широко используется, хотя это айпоссовский инструмент. Им во всем мире успешно очень пользуются. Мы, кстати, не сопровождаем его таким обилием информации. Наши наблюдения показывают, что не очень-то читабельны эти бланки. Но вот принцип градусника – это методика самооценки пациентов. И вот, кстати, мы не даем расшифровку. Или это не расшифровка, простите. Нет, это детализация. Трудностей нет. У нас при входе каждый получает градусник, отмечает, а детализацией мы занимаемся только с теми людьми, которые отметили критичные показатели. Это описание результатов. Я позволю себе пролистывать те слайды, которые являются интерпретацией исследований, потому что каждый исследователь должен делать это сам. И еще раз выражаю надежду, что в будущем году Эльмире Рамазановне будет такая возможность, если она захочет. Ну вот у них зависимость вышла на первый план. Хотелось бы знать, да, про что это. В общем, конечно, графики все они требуют содержательного наполнения интерпретатора. Вот они проводят скейминговый опрос дистресса. Вот эти данные выкладки. Буду пролистывать, не буду комментировать, а вот это могу, да, я с удовольствием сделаю. Посмотрите, какие броски и скачки, какие выраженные пики взлета и падения у красной линии до психокоррекции, и как не выскакивает на верхние показатели, но выравнивается эмоциональный фон пациента. То есть мы, безусловно, не помогаем человеку вытеснить угрозу его жизни и не наращиваем отрицание опасности того, что с ним происходит, и всего спектра чувств от отчаяния, да, и безнадежности до надежды, которые при этом, да, состоянии характерны, но выравнивание фона – это уже достаточно большой результат нашей работы. Графики, графики. Да, буду завершаться, вероятно. Вот так распределяется социальная поддержка онкобольных. Смотрите, 55% – это у нас с вами целевые группы для оказания им социальных услуг, и на втором – индивидуальная работа с пациентами. На третьем месте – силеным. Что-то у нас медико-социальные, вероятно, услуги, да, и где-то еще у нас с вами там живет консультация родственников. Ну, что касается социальных бытовых услуг, то, конечно, наши пациенты, как правило, взрослые люди и сами справляются после лечения с этим. Вот у нас пошли… Татьяна Артуровна, посмотрите, посмотрите, что творится, посмотрите, что есть у Казахстана. Я тоже так хочу. Посмотрите, да, какие у них… Какое оборудование, сколько помещений выделено. Вот эта комната, да, я так понимаю, направленная визуализацией, сенсорная комната для взрослых людей. Посмотрите, оборудована. Нам есть куда стремиться. Казахстан рулит. Ну, и основные виды деятельности психолога, да, еще раз диагностика, коррекция, консультирование. Конечно, психопросвещение и психопрофилактика. Дальше пойдет исследование феномена эмоционального выгорания. Вот это, пожалуй, я совсем-совсем пропущу, хорошо. Это уж совсем выбивается на мой вкус, да, сейчас. Ну, вот так вот это у них красиво происходит. Такие вот у нас результаты. И это действительно важно. Есть даже выводы этой работы. Но уж это исследовательская история, которую я совсем не буду интерпретировать. А только поблагодарю вас за внимание. Покажу этот красивый слайд. Мне кажется, очень красиво, да, оформили свою идею в Казахстане. Выйду из роли Эльмиры Рамазановны. И, Татьяна Юрьевна, да, перейду к своему докладу. Да, я вас представлю. Еще раз. Теперь вы уже выступаете в качестве богатства Маргариты Валерьевны. У меня есть, скорее, не вопрос. Нажмите. Нажмите, что да. А, вот у меня есть, ну, как бы вопрос ко всем. Можно в тот слайд, Маргарита Валерьевна, или там кто это делает, слайд перед социально-психологическим... Там есть такой график, где, не помню, какой номер слайда, но там график, где состояние пациента после психотерапии или психокоррекции. Вот тот слайд можно? Красно-синий. Валерьевна, мы уже выскочили в мою презентацию, и для того, чтобы показать слайд Эльмиры Рамазановны и найти его, нам нужно вернуться в ее презентацию, а мне нужно сориентироваться в слайдах. Хорошо, тогда я скажу то, что я запомнила из этого слайда, вот успела запомнить. Там после психокоррекции значительно снижается, но эмоциональное состояние улучшается, это понятно. И там есть еще такой момент, что снижается значимость события. Вот мне кажется, этот вопрос дискуссионный, что после проведенной психокоррекции значимость события, если я правильно поняла, то есть событие такого, как онкологическое заболевание, оно снижается. Возможно, они подразумевают сверхзначимость. Может быть, они сверхзначимость имели в виду, до уровня значимости? Ну, трудно отвечать. Маргарита Валерьевна, вопрос не к вам, это вопрос в целом подумать. Значимость события, если она снижается, является ли это таким терапевтическим, так скажем, психотерапевтическим эффектом? Вот, на мой взгляд, как бы не очень. Но, скорее, вопрос к размышлению, я думаю, и так. Хорошо, включите, пожалуйста, тайминг. Техподдержка, чтобы наши докладчики видели. Это очень удобно выступать, когда видишь определенное время. И особенности психологической реабилитации онкологических больных на этапе стационарного лечения. Пожалуйста, Маргарита Валерьевна. Ну, вот теперь, как это у нас. Да, потому что, конечно, я буду говорить о том, что происходит у нас в Федеральном центре онкологии имени Петрова. Я очень люблю сразу сходу ориентировать аудиторию в терминах, которые я употребляю, чтобы у нас никак не возникало разночтений. Потому что психология – наука, которая иногда здорово зависит, да, интерпретация от того, что именно мы имеем в виду. Так вот, сегодня Валентина Алексеевна уже, возможно, говорила о руководстве по онкопсихологии. Или только про ассоциацию, простите, я немножко прослушала. Так вот, в центре имени Петрова уже второй год подряд, в 2017 году первое было издание, а в 2018 – расширенное переиздание руководства по онкопсихологии для специалистов под редакцией Валентины Алексеевны Чулковой. И оно представлено на сайте центра имени Петрова и в свободном доступе имеется. Мне кажется, что это очень хороший обобщающий труд и, возможно, даже некоторый хороший учебник практически для даже, может быть, руководства к действию для начинающих онкопсихологов. И вот там есть такое определение, да, что психологическая реабилитация человека, которая реализуется медицинским психологом для человека в ситуации онкологического заболевания, направлено на восстановление психического функционирования, на адаптацию и улучшение качества жизни человека в ситуации заболевания в целом. И это не случайно, потому что мы с вами знаем, что тяжелое хроническое заболевание – это ситуация непреодолимого характера, и человеку придется так или иначе адаптироваться к тем изменениям, которые с этим связаны. И, конечно, в этом будет участвовать психика, которую зачастую психологи выводят на какой-то первый план в любой ситуации, что я, например, я надеюсь, мои коллеги, в общем-то, не приветствуем, потому что психика – это, конечно, часть человеческого организма, это свойство высокоорганизованной материи, но это всего-навсего особая форма отражения того, что происходит. Не совсем напрямую оно продуцирует обстоятельства нашей жизни. Зачем я делаю на этом акцент? Ну, потому что в стационаре я постоянно встречаюсь с пациентами, которые заблуждаются на этот счет и испытывают титанические муки, думая, что раз уж они что-то в своей жизни такое сотворили, во смесь, где их настигло онкологическое заболевание, то теперь эта ситуация совершенно никогда их не отпустит. Но это, правда, ретроспективно трудно изменить события нашей жизни. И это такое обширное поле для работы с рациональными установками пациента. Это поле благостное, потому что пациенты наши крайне пластичные. Мы сейчас поговорим об этом. Достаточно быстро поддаются, употреблю такое слово, коррекции своих рациональных установок. Но базируемся именно мы на том, что психика отражает, субъективно отражает то, что происходит с человеком, а не напрямую воздействует на формирование этих событий. Ну, наверное, все здесь в этой аудитории знают, что онкологические заболевания – это обширный класс заболеваний, что говорить онкологическое заболевание – это ошибка. Однако для психологов никогда не бывает, как мне кажется, вредным повторить самые какие-то простые вещи, чтобы лучше в них ориентироваться. Не выявлен единый запускающий фактор заболевания, тем более психология. Психика человеческая не является таким фактором. Наши с вами пациенты, онкологические пациенты – это люди, которые попадают в ситуацию и живут в дальнейшем, и зачастую даже в ситуации ремиссии, в условиях постоянного и повторяющегося воздействия травматических стрессов, то есть пролонгированного дистресса. Однако, как правило, онкологические пациенты сохраняют свой психический статус. Столкновение с травмирующей ситуацией онкологического заболевания его не повреждают, если в преморбиде у человека уже не было таких повреждений. Однако эти люди всегда живут в ситуации достаточно высокого уровня неопределенности. Ну и, в общем, даже в ситуации ремиссии мы зачастую сталкиваемся с переживанием или с вытеснением переживания этой неопределенности. У меня включился тайминг, надо ускоряться. Итак, особенности госпитального этапа. Ну, в первую очередь, это очень краткосрочное пребывание, и человек достаточно плотно занят своим лечением. Однако именно в этот период актуализируется переживание факта самого заболевания. Почему это происходит? Несмотря на то, что уровень неопределенности выраженно снижается, потому что вот уже есть врач, он сделал на себя ответственность, вот уже назначено лечение, вот я его уже прохожу, и у меня актуализируется надежда на то, что это лечение вылечит меня однократно, так, как если бы это был грипп. Вот очень часто мы с этим сталкиваемся с жаждой немедленного прекращения заболевания. Но при этом вся атмосфера напоминает мне о том, что это заболевание носит тяжелую хроническую форму. И эти два обстоятельства так или иначе формируют некие эмоциональные качели, которые приводят человека к эмоциональному истощению, ну и к формированию депрессивных реакций. С учетом еще того, что любое лечение онкологического заболевания все-таки носит некоторую медикаментозную интоксикацию, то ли это наркоз, то ли это лучи, то ли это химиотерапия. Конечно, биологически запускаются депрессивные реактивные состояния. Особенностями нашей работы в стационаре психологов происходит следующее. Это среда устойчивого интенсивного эмоционального напряжения. Это ограничение, жесткое ограничение по времени взаимодействия с пациентом. Мишень воздействия – это заболевания. Пациенты часто хотят, не часто, но иногда хотят уклониться, и наша задача – удерживать фокус нашего взаимодействия в условиях краткосрочности. У нас нет единых протоколов оказания психологической помощи на уровне государства. И нам очень трудно подтвердить свою экономическую значимость. Практически на сегодня еще и невозможно. Нас трудно экономически оценить. Ну и, в общем, наша работа имеет скорее перспективный характер, потому что, наверное, я успею еще сегодня сказать, почему. Однако есть и плюс в нашей работе, и почему именно психологи работают с этим. Все состояния такие, как подавленность, беспокойство, тревога, страх, растерянность и информационный голод – это реактивные состояния пациентов. Они не переходят в состояние расстройства. Вот если мы регистрируем, что расстройство у человека формируется, мы сразу должны вызвать врача-психотерапевта. Но таких людей достаточно мало. Может быть, 10% из наблюдения. Эти состояния, да, что для реактивных состояний актуально? Они адекватны ситуацией, то есть всегда есть обоснования такого состояния. Они кратковременные и обратимые, иногда спонтанно обратимые. При этом у человека сохраняется работоспособность, возможность контактировать и критичность к своему состоянию. Это мы не туда пошли. Цели и задачи наши вы видите на слайде. Наверное, я двинусь дальше. Это профилактика дезадаптации. Методы вы видите на слайде. Мы, как правило, градусник IPOS и HATS первично используем. Дальше вы все это читаете. И тебе хочется еще раз сказать, что на этапе стационара мы стараемся не привлекать семью и не вовлекать человека в обсуждение межлических отношений на самом отделении, если человек сам это не предъявляет. Было бы время, сказала бы, почему. Ну и всегда вы работаете с онкологическими пациентами. Формирование ложных позитивных установок является грубым нарушением. По временным стандартам на слайде все представлено. Вы быстрее прочтете, чем я про это расскажу. Хочу вам только сказать, что когда мы берем стандарты общих стационаров психоневрологической направленности, то там есть стандарт один психолог на 25 койек. Это, конечно, недостижимые совершенно перспективы. Но и тут один человек на 25 койек имеется в виду в неделю. Наш общий стандарт – это 5 плановых консультаций и время для экстренных. У нас бывает экстренных доходит еще до 7. То есть мы, конечно, можем взять 15 человек при условии, что они все за полчаса уложатся. В это может уложиться только какое-то очень простое переживание, либо человек, который только что вышел из-под наркоза. Чаще всего, конечно, у нас востребовано наши 50 минут. И, как правило, мы сталкиваемся с чрезвычайно тяжелыми переживаниями человека, который переживает свою угрозу, своей витальности, своей жизни. Ну и, конечно, минут 10 восстановиться и переключиться на себя тоже нам, конечно, необходимо. Потому что единственный инструмент, которым работают психологи, это его собственная личность. И то, насколько он выгорит или будет экологичен в своей работе, зависит от того, как он относится серьезно к своей работе и дает себе время напередышку. Есть ли у меня продолжение что-то показать еще? Или я просто могу? Все у нас тайминг, строгий тайминг. Все у нас тайминг. Маргарита Валерьевна, пройдите, пожалуйста, в президиум. У нас будет дальше дискуссия. Хорошо. Так он закончен. Спасибо вам большое. Продолжение следует...